Окей, начинаем очередную игру 4-го тура 7-го сезона. Сегодня нас играют Светлана, Дмитрий и Александр. Ну и как обычно, начнем с ознакомления с темами. В первом раунде у нас мертвые чешские зайцы косят траву, и мы с этим что-то будем делать. Так, с этого начинай. Из строк этой группы мы узнаем, что только мертвый негр не идет играть в баскетбол. Саша. Запрещенные барабанчики. Моя честь называется верность. Девиз этого соединения, появившегося на свет. Мертвая голова. В 60-х годах прошлого века Иосиф Мбродский перевел на русский язык эту обсердистскую трагикомедию о событиях Гамлета с точки зрения двух второстепенных персонажей. Занкеранца Гильтонстерн мертвый. Да. Именно ему Пушкин посвятил эпитафию, всю жизнь свою провел в дороге, простыл и умер в Таганроге. Александр Первый. Хотел сказать, что Александр Первый нажал, но это было бы подсказкой. Этот писатель сделал ряд адаптаций гуглевской поэмы «Мертвые души». Например, в филитоне «Похождение Чичикова» главные герои вдруг оказывались в 20-е годы 20-го века. Этот человек, родившийся через 4 года после пражской весны в 2018-м, вновь вернулся помогать родному кладно. Дима. Петр Чех? Нет. Так, Саня. Ягра. Угу. Бутылки этого сельского пива украшает корона и надпись 1581 год. На одной из гравюр он проверяет целостность предохранительных колпачков, контрацептивов того времени. Жизнь его прервалась в богемском замке Духцов, а началась в Венеции. Света? Ну, может быть, Казанова. Ага. Считается, что описанные им события являются аллюзией на Гитлера, а его брат-художник вместо ламбражей предложил популярное ныне слово. Карл Чапик. Ага. Из-за компании Arceola Metal, работающей в этом городе, остро встает вопрос загрязнения окружающей среды. Этот травяной напиток фараонов является национальным египетским напитком. Каркады. В отличие от электрокосы и мотокосы, в этом инструменте в качестве режущего элемента используется специальная света. Ну, наверное, тремя. Да, специальная леска. Легенда гласит, что он не вышел на Сенатскую площадь, потому что по пути из Санкт-Петербурга... Ну, за 100 только Пушкин, может быть. Да. Заяц ему перебежал дорогу. Колосковые чешуи декоративного растения ламбрус покрыты длинными мягкими волосками, из-за чего растение получило это второе название. Зайчьи уши. Нет, к сожалению. Нет. Нет. Может, заячья лапка? Тоже нет. Блин. Я частно скажу, заячья капуста. Нет, хвостик пушистый у зайчика. Ну да, или лапка, или хвостик. Этот южноамериканский золотистый заяц запросто мог бы попасть в тему со стишками. Ведь от популярного российского исполнителя отличается на одну букву. Так, можно перерыв? Паузу, 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 минуту. Ежели ненадолго, то можно. Я так смотрю, пауза всем нужна была. Смотрю в окно, метеорит вроде не летит. Чего-то все засуетились. У меня тут кот бушует. Так что отвлекаюсь от него. А, ну кот это своего рода маленький метеорит, да? О да, даже не маленький. Все, готов. Все, мир спасен? Да. Ага, продолжаем. Он стал дебютным фильмом Леонида Быкова, как режиссера. Зайчик. Да. В 1502 году этот художник написал натурную картину «Молодой заяц», которая стала одной из первых собственноручно подписанных автором. Ну, может быть, Дюра? Да. Многие поклонники удивляются, почему он косит под чеченца. Видни, капли чеченской крови у него нет. По отцу он татарин, по матери еврей. Что, впрочем, не мешает рэперу водить крепкую... Тимати. Да. Именно таким образом бывший президент Украины Янукович и мэр Харькова Кернес закосили от призыва в армию. Пока ни у кого не хватает фантазии на такой вариант. В песне косил ясь конюшину. Главный герой отказывался от сватерства к этой девушке. Так, отказывался он от... Так, Станислава. Ага. Этот вид муравьев вовсе не охотники. Они собиратели семян и того, что не доели хищники. Поэтому хороших боевых наук они не имеют. Однако, пострелять за себя все-таки могут. Это жнецы. Официальным гимном российской космонавтики на сегодняшний... Трава у дома. По одной из версий, название Мексики получено от Мектли. Банкини этого растения, из сока которого делают любимый многими напиток. Агава, наверное. Да, правильно. Официально утверждал, что отвар из этой травы является хорошим средством против икоты. А в 2015 году появилась партия, совпадающая по названию с растением. Ну и последний вопрос раунда. Под руководством этого уроженца Травника сборная кровати стала бронзовым призером чемпионата мира 1998 года. Так, ну все в плюсе. Некоторые даже в неплохом. Переходим ко второму раунду. В теме раз-два-три там будут загаданные три несложные реальные, которые складываются в одно слово. И это слово вам надо будет назвать. Ну а в теме ГБРК, как и в первом туре, в ответе два слова, начинающиеся на буквы из названия темы. А я ничего про Библию не знаю, поэтому хочу с нее начать. Окей. Ной Аккерман, один из главных героев романа «Молодые львы», этого американского писателя. Не спутайтесь с его ирландским коллегой. Джойс. Нет. Это Ирвеншоу. Прежде чем добраться до вершины власти, он проиграл в 18 различных избирательных кампаниях. Зато когда переизбирался в 1864-м, получил более 90%. В этом американском фильме рекордсмене по числу номинаций на «Оскар» наряду с «Титаником» и «Ла-Ла-Лэндом». Бен Гор. Нет. Одну из первых своих ролей в кино сыграла Мэрилин Монро. Это фильм «Всё о Еве». И его песня «Wicked Game» стала одной из... Это Айзек. Благодаря ему на русском языке звучали, например, Уильям Блейк, Алберт Бёрнс, Джон Китти и Альдерт Кейплинг. Ну а мы все... Так, это самим маршак. Да. Образ Марка Аврелия был воспроизведен Ричардом Харрисом в этом фильме 2000-го года. А известный он дал название популярному клубу. Света. Ну, может, Спартак? Нет. Ай. Гладиатор. Да, Спартак как раз гладиатором Бога, который загадан. Святой Марк считается покровителем египетских... Ну, пусть будет Венеция. Да, Венеция. Фух, господи. Марк 2, старший основой для Чейзер и Креста, выпускался этой автомобильной компанией. Тойота. Тойота. Так, Света и Саша ровно идут пока. Этот воспитанник Сошо и сын чемпиона мира блистает в связке с отечественником Пля в немецкой лиге. Добивая марки. Любопытно, что папа Римский Бенедикт XVI не в восторге от Бенедиктенера, а любит пиво этой марки, производимой на пилобарме Шпаттен. Так, ГБРК. Первое в истории авиации тюремное Оно организовано в декабре 29-го года и первоначально располагалось в Батырской тюрьме. Позднее подобные они стали называться шарашками. Напомню буквы ГБРК. В ответе есть слово с дефисом. Вместе с музейным комплексом ее открывал Леонид Дрежнев. Проектировал Василий Бородай. Кракас выплавили в Запорожье, а собирали в украинской столице стометровым краном. У нее немало сестер, одна из наиболее известных в Волгограде. Все просто, киевская родина-мать. Сравнительно подробный их перечень приводил Юлий Цезарь в своих записках. А в числе самых известных их обычно упоминаются Таранис, Кернун, Езус, Тевтат, Лук, Меленус, Солмиус и Бригантия. Он служит в качестве символа базовой операции в математике. Является символом четырех первоэлементов – воздуха, земли, огня и воды. Также присутствует на флагах и гербах нескольких стран, например, Мальты и Швейцарии. Равносторонний крест также был бы зачетом. Она появилась в Англии и практиковалась в боксе без перчаток и рестлинге. А позже стала крайне популярна в компьютерных играх. DZ, PUBG, Fortnite – выживет только один. Популярный нынче жанр – «Королевская битва» или «Баттон-Рояль». Инженер и миллиардер, стремящийся на Красную планету. Сотка в земледелии. Конечный пункт назначения грешников. Все вместе. Маскарад. Танцевальное мероприятие со строгим этикетом. Почтовое сокращение самого большого штата США и магма на поверхности. Снова света. Ну, наверное, балакова. Славянское воплощение смерти, похищенной снежной королевой, японский боевой посох. Наследие прошлого сезона. Вертолеты Николая Ильича, богатый берег, без берега, осадная башня. Коста-Рика. От нее берем реку и вместе карикатура. «Сутки на Марсе». Краткое выражение согласия. Часть изображения, образующая задний план. Ну и остались у нас пациенты. Самым известным им принято считать Мэри Маулон, получившую правозащитивозная Мэри. Поскольку была. Ну, наверное, пациент номер один. Ой, нет, нулевой пациент. Нулевой пациент. Своя временная поправка. Согласно анекдоту на вопрос пациента, правда ли, что женщины живут дольше мужчин, врач отвечает, что наверняка за всех не скажет, но они это точно. Вдовы дольше мужчин живут. Высоцкий, будучи одно время пациентом Московской психиатрической клиники, в одной из песен указал, это ее народное прозвище. Саша. Вероятно, панетчика удачи. Да, это именно она. 29 апреля 1961 года врач 6-й советско-антарктической экспедиции Леонид Рогозов на станции провел сложную полуторачасовую операцию по удалению аппендицита. Блин, формы нет, конечно, ну самому себе. Да, сам стал своим пациентом. Статья о журнале JAMA Network Open, опубликованная в 2018 году, статистически подтверждает это высказывание знаменитого киноврача. А все угодут. Да. Третий тор начинается. Вот он уже почти. И начинает у нас Дима. Простые числа. На таком расстоянии от Москвы расположены, например, на радарах Можайск, Волоколамск и Дубна. 101 километр. Правильно. ТСП. После пожара в Вавельском замке в Кракове, Варшава фактически стала ею в 1596. Да, Саня. Третья столица в Курске. Из них делают булгур и кускус. А также это единственный продукт Евросоюза, вывоз которого булгайца пошлина. При выборе названия аэропорта в Донецке, оно, насчитывающее 8 опер, 8 балетов и 7 симфоний, сыграло решающую роль. Творчество Сергея Прокофьевна. Правильно. Участники всем известной экспедиции совершили почти колгосветное путешествие вокруг Земли по Южной Америке через Патагонию по Австралии и Новой Зеландии, строго придерживаясь ее. Тридцать седьмая параллель. Она имеет вид треугольника и согласно египетской мифологии, именно на ней Исида искала разорванное тело Осириса. Удав, укусивший парнозвезду Ред Фокс во время фотосъемки, погиб от отравления этим веществом. Название? Силикон. От силикона, да. Парношик или он-порно начался с фильма «Глубокая глотка». Он аркадных видеоигр со Space Invaders. «Золотой век». Да, там еще про Англию было и русскую литературу. Отсылку к роману Тереза Философ, написанному в жанре монастырской порнографии, можно найти у известного мужести донхофистки в этом азартном произведении. Это, конечно же, игрок Достоевского. На церемонии порнхапа Авардс 2018 состоялась презентация песни I love it, Leo Pampa и этого рэпера, в 14-м женившегося на Ким Кардашьян. Канье Вест. В ответе одно слово. Популярные во время Великой депрессии порнокомиксы размером с ладонь назывались тихуанскими ими. Быть может потому, что тоже были в каждом доме. Хотя 8 страниц не очень-то тянут на книгу. Ну, не знаю, пускай будет Библия. Да, Библия, так и переводится книга. Название этого заведения происходит от греческого слова «врачи». Ну, пусть будет поликлиника. Да. Душистые, огородные, камфорные – это все он. Ну, может, базилик. В 2007 году она стала восьмой работой режиссера, рассказывающей об уничтожении банд уголовников. Ну, вероятно, ликвидация. Его название связывают с нидерландским словом «чаша». Хотя сейчас часто ассоциируют с меньшим объемом. Под именем Камиля Тарабата он стал большим другом Амина Аль-Хафеза, а его история показана в сериале «Шпион». Сыграю его на фамилии, Саша Баранкова. А эхмофобия, еще называемая оксифобией, – это боязнь именно этого цвета. Ну, раз за сто, значит, острых предметов. Да. Этот некогда галкипер Валенсии избран на Испании. Так, ну, так, а, здесь нужно галкипера назвать, ну, Сантьяго Каниссарес. Императрица Австро-Венгрия Елизавета Баварская, зарезанная итальянским анархистом в 1898-м, известна также под этим уменьшительного с Катильным. Си-си. Свою единственную выставку «Объединение нож» провело в 1922-м в Центральном доме работников просвещения. Расшифровывается аббревиатура «Нож». Новое общество живописцев. Именно так. По словам режиссера Ридли Скотта, на отображение облика города в фильме... А форму-то я не знаю. К сожалению, нет. Но... Лос-Анджелес. Нет. В фильме «Бегущий по лезвию» оказало влияние, впечатление от картины «Полуночники» этого американского художника. Так. По-моему, его фамилия Хоппер. Да. В повести Стивена Кинга «Н» это число называется ужасным. Ужаснее даже. Снова, Дима. 13. Ужаснее даже, чем число 13. Герой фильма 2007 года явно согласен. Появившаяся в советской печати статья, где педагоги критиковали американский вестерн с 60-го года, ставший лидерам кинопроката СССР, называлась именно так, дважды подходя под нашу тему. Двойка за семерку. В настоящее время Кирилл Иванов, Станислав Астахов, Дмитрий Кондрев, Олег Занин и Евгений Образых – это именно оно. Последний вопрос. Этот оппозиционный белорусский сайт неоднократно подвергался блокировкам. Хартия 97. Не успел. Хорошо поиграли все. Спасибо. Увидимся еще в одном туре. Пока. Всем спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok